всем приветики сегодня утром я проснулся взял в руки телефон и первое что я увидел это уведомление от ютуба о том что у меня удален контент и получается пришло на почту два письма первое о том что у меня удален контент потому что я там нарушил правила изображения члена вредительства и самое интересное что за все время существования канала канал существует с 2017 года это первое нарушение правил правил обычно нарушался у меня авторский контент но авторский контент влияет в основном только на видео ну то есть ко мне приходили нарушение контента айди типа в вашем видео там музыка какая-то которая типа не должна у вас быть там типа и видео типа не монетизируется или где-то не просматривается но именно на типа правила никогда не нарушались с 2017 года а сейчас вот пришло нарушение правил уже двадцать второй год получается сколько пять лет канал существует и ни разу правила не нарушались а сейчас типа нарушились правила но это мне кажется что это ошибочно и пришло второе письмо в котором пишется нужна ли мне помощь типа не хочу ли я нанести себе вред там типа или или не думаю о самоубийстве там что-то такое и все это возникло из-за вот этого вот видео вот то есть типа из-за видео с ножом получается что я когда как бы купил себе нож с алиэкспресса керамбит отыгрался с ним и поранился и вот записал видео о том что нож это опасно нужно быть с ним аккуратным что это не игрушка вы рискуете здоровьем и нужно беречь себя то есть я уже даже здесь предупреждаю о том что нож это опасно то здесь видно что нет цели нанести вред себе то есть нет суицидальных каких-то моментов наоборот я предостерегаю от этого плюс изображение члена вредительства тоже здесь нету потому что типа получается вот здесь написано что нарушение это условия и правила нажимаем подробнее если написывается что что вообще как на канал влияет не влияет параметры и о том что можно сделать переходим к анализу и здесь вот написано что мы нарушили и что нам предлагается изучить правила и изучить видосик и вот если нажать на эту ссылку нас перекинет сюда о том что затрагивающие темы самоубийство контент и причине себе вреда вот это вот правило и даже есть как бы места где могут оказать поддержку если ты у тебя вдруг есть какие-то такие мысли на принесение себе вреда вот и дальше идут правила что запрещено публиковать самоповреждение этом самоубийство все такое но при этом самое что интересное что у меня нет речей о самоубийстве тем более и какого-то такого изображения а здесь речь идет именно о том чтобы не допустить нанесение себе вреда ножом и здесь получается и как они пишут члена вредительства здесь тоже не видно получается если бы здесь нож лежал в крови а рядом у рука была бы окровавлена ну понятно что ты этим ножом себя порезал но нож получается лежит в футляре а рука забинтована то есть не видно чтобы я порезал себя или что-то такое здесь просто лежит нож и я забинтованной рукой рассказываю о том что я поранился причем случайно и что с ножом нужно быть аккуратным но здесь разве что там ниже но я не буду прогартовать на просто ни капли крови и получается что что возможно из-за этого что возможно типа кровь рука забинтованная но у них же типа именно изображение члена вредительства когда ты типа показываешь как ты вредишь себе а ты же не показываешь то есть то что у тебя рука забинтована но так это ж ни о чем не говорит то есть если человек обозревает допустим но что у него рука забинтована это же не значит что он этим ножом себя порезал тем более что я говорю что нужно быть аккуратным то есть я не призываю наоборот предупреждаю так что мне кажется там как-то ошибочно ну буду подавать апелляцию смотреть что что как возможно и удалят его может быть а может быть восстановят здесь в общем вы изучаете правила изучаете конкретное правило какое нарушено ну типа предлагает изучить все правила конкретное правило по которому нарушено еще раз пересмотреть видео а дальше ты типа можешь либо ничего не делать либо попросить провести еще раз проверку но после того как они проведут все больше уже нельзя будет проводить типа это будет окончательно и можно оставить комментарий типа написать какую-то информацию которую ты хочешь донести до тех поддержки что мол объяснить почему именно ты считаешь что ты не нарушил правила и почему они ошиблись но я так и напишу что это был видео это было видео момент где я типа объяснял видео что я неаккуратно неаккуратно был неаккуратен с ножом и что ножи это опасно и что ножи это не игрушки и все такое и видео как раз таки об этом рассказываю то есть что видео нет того как я как я там перечняю все вреды или что-то такое видео просто есть рассказ о том как как это было и почему так лучше не делать вот ну а дальше мы просто нажимаем отправить и они я так понимаю будут рассматривать вот так что такие вот моменты бывают оказывается я вообще не ожидал что ну типа на такой ролик может что-то прийти тем более что в нем реально ничего нет в нем просто объяснение так что такие вот делишки ну на этом все всем покеда вам как вам чтобы я попробовал это сделал тут как так